В новом сезоне вы увидите сотни, порой самых странных, симпатичных и няшных созданий, каждый из которых вы сможете приручить, тренировать и развивать. Некоторые из них выглядят вот так, как настоящие драконы, некоторые бывают вот такие, или даже такие. Ещё у нас будут, конечно же, всевозможные механизмы, которые позволят нам разводить покемонов, клонировать их, даже воскрешать давным-давно умерших покемончиков и построить свой парк юрского периода. Помимо всего прочего, здесь есть масса других, не менее полезных и разнообразных девайсов. Ещё вы сможете найти себе жену и завести себе множество-множество детей, которые будут на вас работать дненны и ножны. Что может быть лучше, дорогие друзья? Ну что ж, всё это вы увидите в новом сезоне. Погнали! Привет, бандиты, с вами снова Александр, более известный как Герон. И сегодня у меня чудеснейшие новости, потому что у нас вышла новая сборка от Герона. Теперь на этот раз это у нас сборка с покемонами, пиксельмон, версия 4.0 и так далее. К тому же здесь есть целая пачка интереснейших модов. Ну давайте обо всём порядку, как будет. Во-первых, здесь есть мод на железные сундуки, куда же без них. Во-вторых, у нас здесь стоит наш любимый мод Вейн Майнер, который позволяет вам добывать за один раз сразу несколько блоков руды. Как это делается? Очень просто. Нажимаете кнопочку активации этого мода, по умолчанию он стоит на правый shift. То есть, зажимаете shift, копаете руду как обычное, и ломаются все блоки руды, которые находились рядом с друг другом. При этом прочность инструментов тратится как обычную, то есть по одной единичке прочности за каждый добытый блок. Всё по чесноку и никакого читерства. Точно так же Вейн Майнер прекрасно работает с большинством деревьев из разных личных модификаций. К сожалению, как правило, он не работает с рудами из других модов, но это не так важно. Дальше. Здесь есть классный мод от господина Айчуна, который позволяет нам... О, давайте мы сейчас... секунду. Я специально включил ночь, и пушка эта работает очень просто. Кликайте, и оно выстреливает целым жмаком таких факелов. Есть ещё ружьё. Более того, это ружьё ещё наносит урон. Но, конечно же, как вы понимаете, другим покемонам вы урон нанести никак не можете. Для этого нужно использовать своих покемонов никак иначе. Напрямую с ними вы взаимодействовать по большому счёту и не сможете. Дальше. Есть ещё способ создать ракету. Ну, кому нужно, посмотрите мой обзор на эту замечательную модификацию. Дальше. Есть здесь, конечно же, маленький и скромный мод Random Thing. Масса разных интересных полезняшек. Там есть телепорт, там есть машинка для записывания звуков, там есть ещё масса всего. Есть собственные измерения для приведения, есть какие-то мосты и так далее. Обязательно посмотрите на мой обзор этой модификации. Там масса всяких интересных штук на любой вкус и цвет. Понятно, покемоны дерутся друг с другом. Дальше. Гвоздь программы, конечно же, Minecraft Come Alive. Теперь, смотрите, у наших дамочек появились маленькие сисяндрычки. Маленькие. К тому же треугольная жесть полнейшая. Вот, вот. Сейчас у нас ночью, они пытаются делать вид, что они спят. Окей. Потому что эти самые мужики и женщины теперь заменяют обычных носатых мужиков. У каждого из него есть профессия. С ними можно взаимодействовать, рассказывать им о пошлой анекдоте или наоборот говорить гадостью взаимодействием с того, хотите вы улучшить отношения с ними или ухудшить. Дальше. А вы их можете нанимать. Например, они могут там для вас окучивать грядки или пойти с вами с мечом убивать там монстров. Можно жениться. Но для этого, естественно, вам сначала нужно прокачать отношения с дамой своего сердца. Как правило, им очень полезно дарить бревна. Как бы это забавно не звучало, они очень, как правило, хорошо реагируют на бревна. Конечно, еще лучше они реагируют на золото-алмазы. Все девушки любят бриллианты, и мы это с вами знаем. Так, и теперь сейчас я заспаунил своего маленького сына. Теперь это мой собственный сын. Его можно как-то переименовать. Здесь куча разных кнопок. Мы на сегодня на этом больше в моде подробно останавливаться не будем. Хотите вот с этими мужиками пообщаться, идите в ближайшую деревню. Все носатые мужики автоматически этим модом заменяются, соответственно, вот на новое население. Вот так вот. Дальше. Здесь есть мод на тяжелые руды. То есть есть руда, из которых выпадают руды в 2-3 раза больше, чем из обычной. Помимо всего прочего, здесь есть замечательная модификация на данжу, которая так и называется. Это просто километр бесконечных подземелья, внутри которых вы найдете массу сокровищ и опасностей. Потому что, несмотря на то, что из-за пиксельмона здесь не спавнятся мобы из стандартного Майнкрафта вообще ни при каких обстоятельствах, тем не менее, спавнеры мобов здесь прекрасно работают. Так что не забудьте хорошенько приодеться, прихватить с собой меч и лук и все такое. Помимо всего прочего, у нас в океане есть затопленные корабли, в которых тоже можно найти интересные сундучки с разным интересным добром. Так что, если вам нравится исследовать мир, то вам очень-очень-очень-очень-очень понравятся два этих замечательных мода. Ближайшего океана я, к сожалению, не найду. Затопленных кораблей в реках не бывает, насколько я помню. Такие вот дела. Так что придется поверить на слово. Это, безусловно, пиксельмон, который тут просто у меня целых пять покемонов. Большие симпатичные зверушки, которых можно тренировать. Я сказал тренировать. О, Чейзард. На них можно летать, кстати. На Чейзарде можно отличнейше летать. Причем самое интересное, это у нас... Его можно получить путем эволюции Чармиллиона, в которого превращается Чармандер. А Чармандер, в свою очередь, это стартовый покемон. Но вы понимаете, куда я клоню. Так что бейте Чармандера, когда будете играть с Пиксельмоном, и будет вам счастье. Есть тут Пикачу, и в целом там 700 мобов, которых можно поймать, приручить. Их можно разводить. Их можно клонировать. Есть возможность добывать специальные окаменелости, воскресать из них каких-то доисторических покемонов. Построить себе покемоноводческий парк юрского периода. Короче, не скучный мод. Мод очень большой, очень... В него можно, в общем-то, один этот мод установить и наслаждаться жизнью. Но так получилось, что Герон, он любит много всяких разных модов, и он установил еще несколько. Вы за просмотры, за подписку и лайки. Не забывайте воткнуть лайк, они просто скачали. Потому что меня всегда просто бесит. Ребята, почему количество закачек больше, чем ваших лайков? Это как такое возможно? Ну, а с вами был сегодня Герон. И была у нас сегодня 31-я серия обзоров сборок от Герона. 31-я, ребята. Так что, если вы здесь впервые, смело подписывайтесь. Не пожалеете, сборки у нас регулярны. И плюс очень много всякого интересного контента по Майнкрафту и прочим. Песочник, там типа всяких Старбаунт и Террарии и так далее по списку. Кстати, у нас будет летсплей тоже на этой сборке. Мне показалось, что она подмигнула. Ладно, всем пока.